Здравствуйте! В эфире программа «Тень города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Трагический митинг. В Рязани почтили память героев-ликвидаторов впоследствии аварии на ЧАЭС. Руководство к действию. Николай Любимов вместе с депутатом Госдумы Андреем Макаровым разъяснил ключевые темы, озвученные Владимиром Путиным. Всероссийский субботник. Какие территории привели в порядок? Скоро лето. Начали чистить и промывать фонтаны. 26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. На четвертом реакторе Чернобыльской АЭС прогремел взрыв. Число жертв аварии достигло 4000 человек, включая умерших от последствий облучения. Среди ликвидаторов были и рязанцы. В 1986 году Владимиру Ашарину было 18 лет. Он служил срочную службу в 3-й бригаде химической защиты. Тогда, 35 лет назад, 1 мая объявили тревогу. И в Чернобыль отправилось 2000 машин для дезактивации. Владимир работал на скорой помощи. За 2 месяца ездил к самому реактору 53 раза. И получил дозу излучения 23,5 рентген. Сегодня он единственный, кто стоит с розами в руках. Мне, наверное, дороже всех досталось. Как я молодой, я пострадал больше всех, наверное, там. По возрасту, 18 лет, 19 лет я там отмечал. Мне 18 мая день на день. На ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году отправилось 2500 рязанцев. Они занимались радиационной разведкой, дезактивированием местности, прокладкой подъездных путей. На плечи солдат-срочников, сержантов, прапорщиков и кадровых офицеров легли и другие задачи. На траурном митинге вспомнили подвиг ликвидаторов, почтили память павших. В мероприятии приняли участие ликвидаторы, их родные, друзья, представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и глава региона. Они, по сути, заслалили с собой других, но заплатили при этом очень высокую цену. Их героический подвиг достоин того, чтобы о нем помнили и знали все последующие поколения. С момента тех событий прошло 35 лет, но мы не забыли, поскольку память о людях, достойных почтения, для нашего народа священна. Низкий поклон всем, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Прокладкой железнодорожных путей занимался Рязанский батальон. Мы хотим со своим легендарным железнодорожным батальоном. Не каждая область, не каждый регион, не в Советском Союзе, не может похвастаться. У нас был создан наш чисто Рязанский железнодорожный батальон, который выполнил задачу, правительственную задачу, с честью вернуться в народе. Владимир Карев ездил к реактору 22 раза. Он железнодорожник, а его задачей было уложить несколько километров путей, вечером отдых и с утра по новой. Ну, мировоззрение изменилось, потому что то мирный атом, мирный атом, а мы посмотрели и увидели, что существует другой атом. Судьба каждого ликвидатора достойна отдельного сюжета. Врачи, медсестры, железнодорожники, кадровые офицеры в толпе стоят обычные люди и в то же время герои. Те, которые предотвратили последствия одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. Это моя служба, это мое предназначение. Я офицер, капитан был в то время. Поэтому наша задача хоть в бой, хоть на защиту, хоть на ликвидацию аварии. В день 35-летней годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС в Рязани состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятному знаку участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф. В филармонии ветеранам-чернобыльцам вручили награды. Так, участники ликвидации аварии награждены почетным знаком за заслуги перед Рязанской областью, памятным знаком благодарность от земли Рязанской, памятным знаком губернатора Рязанской области, памятным нагрудным знаком 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, медалью МЧС России за пропаганду спасательного дела. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Общим руководством к действию назвал послание президента губернатор Рязанской области Николай Любимов на встрече с главами муниципальных образований. Вместе с депутатом Госдумы Андреем Макаровым он разъяснил ключевые темы, озвученные Владимиром Путиным. Муниципальные власти должны работать слаженно, ответственно и четко. О максимальной пользе для людей говорил Николай Любимов, комментируя послание президента. У региона сегодня есть серьезный шанс воспользоваться инфраструктурными проектами. А все потому, что преференции, по словам Путина, будут только тем субъектом, кто ответственен в кредитной политике. Рязанская область как раз из таких. Госдолг за последние 4 года сокращен на 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Сейчас гарантирована поддержка регионам в решении системных проблем. Мы со своей стороны должны, конечно, очень активно и быстро поработать. Приложить все усилия, чтобы получить ту самую востребованную помощь. И на ремонт дорог, и на ремонт инженерных сетей, на строительство школ, на обновление объектов социальной инфраструктуры, культуры, на укрепление, собственно говоря, той работы, которая нами проводится для того, чтобы улучшить жизнь людей. Кто точно знает, сколько нужно денег для улучшения жизни людей, председатель комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров. По словам депутата от Рязани, в Кремле уже готовят стратегию с конкретными сроками, деньгами и привязкой к регионам. Суммы рекордные, в том числе и на прямые выплаты. Те предложения, которые сделал президент, они по своему объему, строго говоря, вообще превосходят любые ожидания. Потому что даже вот только те прямые, ну, не знаю, выплаты, скажем так, давайте я аккуратно, в общем словом скажу, выплаты, которые предусмотрены, они составляют более 400 миллиардов рублей, только то, что названо непосредственно в послании. По словам Андрея Макарова, для ускорения воплощения президентских тезисов Госдума сейчас должна законодательно закрепить 24 решения. При этом деньги уже есть. Осталось главное – справедливо их распределить. Максим Васильев, телекомпания «Город». Бюджет Рязани увеличат на 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы. Доходы и расходы бюджета на 2021 год планируется увеличить на 2,3 миллиарда миллионов рублей. Самые крупные ассигнирования из дополнительно поступивших средств предусмотрены на строительство школы в микрорайоне Кольное, реконструкцию детских садов, ремонт дорог, благоустройство общественных и дворовых территорий, организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов, капитальный ремонт тепловых сетей и другое. Депутаты поддержали внесение изменений в бюджет. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской думы. Также на заседании комитета депутаты заслушали информацию администрации города о ходе реализации ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами». Было отмечено, что в 2020 году финансирование программы составило 79 миллионов рублей. По итогам 2020 года размер дефицита бюджета составил 327 миллионов 675 тысяч рублей. Муниципальный долг на 1 января 2021 года составил 1 миллиард 924 миллиона рублей. В прошедшие выходные состоялся Всероссийский субботник, в котором жители Рязанского региона приняли участие вместе с губернатором Николаем Любимовым. Собравшиеся привели уборку и озеленение парков, а также пообщались на тему дальнейшего благоустройства города. Всероссийский субботник, прошедший 24 апреля, был посвящен теме городской среды и экологичного поведения. В мероприятиях, которые прошли в Рязанской области, принял участие глава региона Николай Любимов. Конечно, сегодня не первый субботник далеко, и на прошлой неделе убирались на позапрошлой. И я думаю, все будем убираться, пока не вычистим полностью город после зимы. И это надо сделать уже вот сейчас в мае, однозначно, чтобы люди могли лето проводить на благоустроенных территориях. Конечно, очень много работы необходимо по тому самому благоустройству, и по заделке ям, по ремонту дорог, по ремонту общественных пространств, дворов. Времени вроде как не очень много, строительный сезон у нас короткий в средней полосе России, но за это время надо уложиться. А когда люди приходят и помогают, сами это делают, ну, мы успеваем в два-три раза больше сделать. Один из субботников состоялся в Новопавловской роще. Здесь глава региона встретился с представителями территориальных общественных самоуправлений и обсудил вместе с людьми вопросы дальнейшего благоустройства этого парка. Николай Любимов отметил, что работа с ТОСами является очень эффективной. Тут действительно неравнодушные люди, которые выражают волю самого активного населения, знают все проблемы на месте. И не просто их знают, они участвуют в их решении. И, конечно, то, что они говорят, нужно сделать в первую очередь. Здесь были просьбы и по чистке пруда, по тому, чтобы полиция больше присутствовала вечером, особенно в темное время. Потому что есть, ну, все-таки, к сожалению, еще те, кто хочет это сломать и ломает. Там забор, опять же, ломают люди. Тоже нужно серьезную программу, наверное, продумать к тому, чтобы и забор не привлекал мародеров, что называется, и воров. И чтобы он действительно был красивым. В ходе общения активисты ТОС проинформировали губернатора об уже реализованных проектах и тех инициативах, которые только планируется воплотить в жизнь. Глава региона внимательно выслушал просьбы и предложения. У нас большие планы. Мы хотим сделать и еще добавить детской площадке, значит, кое-какие надо аттракционы. Еще хотим сделать велодром. Велоспедисты маленькие, большие. Отдельно, значит, те люди, которые приходят сюда гулять, чтобы они друг другу не мешали. Задумок много, поэтому и в рейтинге голосования будем участвовать. Тогда мы сделаем еще больше. Сопредседатель ассоциации ТОС Рязанской области отметил, что власти ведут большую работу в поддержке инициатив населения. И подчеркнул, что говоря о дальнейшем благоустройстве не только Новопавловской рощи, но и всего региона, для рязанцев необходимо участие в ежегодном голосовании по благоустройству общественных территорий. Губернатор отметил, что в этом году голосование начинается 26 апреля. На сайте Госуслуг теперь можно выбрать те объекты, которые хотелось бы улучшить в следующем году. Хотелось бы всех призывать горожан, жителей области, к тому, чтобы они зарегистрировались на сайте Госуслуг и потом проголосовали, поскольку сам этот сайт, он уже давно стал таким инструментом облегчения, ведения дел к каждому человеку. Есть волонтеры, вот здесь мне сейчас сказали, как раз руководители ТОСов. У них есть молодые ребята-волонтеры. В одном ТОСе 58 человек, в другом 50, которые будут пожилым помогать регистрироваться на сайте Госуслуг и учить, как с этим, собственно говоря, обращаться. Поэтому надеюсь, что люди нас в этом отношении всех поддержат и смогут сказать, что бы они хотели видеть более благоустроенным в первую очередь в следующем году. Стоит отметить, что голосование продлится до 30 мая. По завершении общения с представителями ТОС губернатор Николай Любимов принял участие в высаживании аллеи деревьев для дальнейшего благоустройства Новопавловской рощи. Анна Герцовская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Рязани начали чистить и промывать городские фонтаны. Первыми осмотрели конструкцию цирка. Впереди у коммунальщиков фонтан на Московском. Радовать глаз рязанцев городским фонтанам рановато. На очереди пока только техническое обслуживание. Сбор мусора и пыли с чаши, мойка площадки, установка форсунок и двигателей – второй этап. Только после этого все фонтаны наполнят водой для проверки. Стартовали коммунальные службы из гейзеров у городского цирка. Далее по списку – водные каскады на Соборной, Ленина и Площади Победы. Отдельно и с помпой откроют фонтан на Московском. Правда, немного попозже. Обычно каждый год мы их открываем к 1 мая. То есть фонтаны должны, по идее, как бы работать. Но так как погода сейчас колеблется, то минус-то плюс может сместиться чуть попозже. На каждой чаше своя тройка рабочих. Для силовой промывки хватает одного бака машины. Это если солнце. Правда, дождь уборки не сильно-то и помогает. Грязь нужно убирать вручную. Трудоемко, конечно, зато качественно. Темп, учитывая погоду, невысок. Впрочем, к 9 мая коммунальщики обещают запустить все фонтаны без исключения. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова